Когда ты дома, смысл похода не познаваем. Этим девизом руководствуются совсем юные, но уже подготовленные путешественники. Центр туризма и краеведения уже не первый год собирает маленьких тюменцев, чтобы обучить их основам походной жизни. А детям такая активность только в радость. Не одними же гаджетами ограничивать время между школой и выполнением домашних заданий. После таких занятий веревочные магазины Тюмени могут начать собирать максимальную выручку, а количество не умеющих завязывать шнурки детей уменьшится в разы. Они слушают инструкторов с таким вниманием, о которых иные учителя могут только мечтать. Дети уже умеют лазать по скалодрому, лазать, преодолевать веревочный парк, разводить костры без спичек, ставить палатки различного уровня. Я думаю, что не каждый взрослый даже умеет это делать. Самое главное, они выучили самые нужные узлы, которые пригодятся им в жизни и ориентирование на местности. Смотрите, смысл в том, что вы бревно можете просто положить, а потом его уже направлять так, как вам нужно. Вот здесь мы имитируем горную реку, через которую группа должна перебраться с помощью бревна, найденного в принципе где-то в лесу, да, либо на берегу. И с помощью веревки этого бревна мы можем себе позволить переправиться через горную реку. После этого испытания детей можно смело отправлять в лес, на горную реку. Ну, не прям после этого испытания, конечно, лучше после годика, а то и полутора-двух тренировок. Но в принципе с грамотным инструктором, я думаю, что можно будет это организовать. На каждую двухчасовую тренировку записывается порядка сорока ребят, делающих первые шаги в туризме. Молодец, полутора упала! Мне просто мама рассказала это. Первый раз я тут была, когда тут было ледолазание и скалолазание. Мне тут нравится, потому что тут развлекательная программа и все такое. Прикольное, в общем. Сколько раз падало уже? Ноль. Нравится тебе? Очень. А чем нравится? То, что тут работа в команде. Ну как, сложно было? Сложно прошел? Потому что вот тут вот шатаются и это надо все вперед перекидывать. И вот это надо, конечно, друг другу передавать, потом не держать. Научишь нас? Конечно. Когда? Когда сами научимся. А когда сам научишься? Наверное, скоро. Подзором не только инструкторов, но еще и телекамер ребята оказались впервые. Но повышенное внимание начинающих туристов не смутило. Я живу в прямой эфир. Малаху! Андрей, Малаху! Сейчас, скажу. Устал? Да. Давай. Еще чуть-чуть. И через сколько-то лет ты уже видишь, человек пришел, просто случайно мимо проходил. Мама заполнила форму, провела его. Он такой раз по туризму стал чемпионом России. И...